Добрый день! Сегодня мы обсуждаем очень важный актуальный проект для нашей страны – концепцию детского чтения. Когда-то наша страна была самой читающей страной в мире. Читали дети, читали взрослые, детки засыпались книгами на подушках. Сегодня ситуация изменилась. Научно-технический прогресс, компьютерные технологии, телевидение, к сожалению, вытеснило книгу из детского мира. И поэтому научно-педагогическая общественность нашей страны задумалась, как вернуть книгу в детский мир, как сделать так, чтобы наша страна опять стала самой читающей страной в мире. И президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал задание, определил направление этой работы – создание концепции детского чтения. Сегодня у нас в гостях человек, который внес непосредственный вклад в разработку этой концепции, кандидат педагогических наук, директор международной мультилингвальной школой Казанской Бала-Сити Татьяна Вячеславовна Ахматова. Добрый день, Резда Файловна. Добрый день, уважаемые коллеги. Татьяна Вячеславовна, конечно, это очень важный, актуальный документ. Проблемами детского чтения занимались и в XVIII веке, и в XIX веке, и в XX, и в XXI. Вот в чем, вот как бы сказать, фундаментальность, что ли, особенность, фундаментальность, фундаментальные особенности, извините за повторение, вот этой концепции детского чтения? Ну, Резда Файловна, я сразу хочу сказать, что я с вами согласна, что современная концепция, которая разработана, она очень актуальна, и она очень важна, потому что действительно вопрос чтения стоит очень остро, так как я считаю, что культурный человек – это читающий человек прежде всего. И, естественно, на мой взгляд, в этом направлении и не нужно изобретать, наверное, велосипед, и было правильно, что концепция была разработана на каких-то образцах, уже методиках, которые существовали, и просто были внесены какие-то инновации, которые, в общем-то, сыграли важную роль в том, что сформировать новый образ читающего ребенка. И мне кажется, очень важно, если мы сегодня осветим эти вопросы и обратимся к истории, действительно того, как формировалась концепция чтения в России. Вопрос о чтении достаточно остро встал во второй половине XIX века, потому что до этого чтение было механическим в основном, и именно с приходом Буслаева в науку, в методику было высказано такое мнение, что отчетливое чтение состоит в ясном уразумении прочитанного. То есть впервые прозвучал вопрос о том, что чтение должно быть не механическим, а чтение должно быть именно осознанным. И, наверное, после этого постулата вполне объяснимо, что начала формироваться активно и детская литература, без которой, наверное, формирование осознанного чтения невозможно, потому что чтение, сам предмет чтения ребенку должен быть доступен по возрасту, по интересам и так далее. Достаточно интересно, что далее эту мысль подхватил Константин Дмитриевич Ушинский, чьи работы, конечно же, не могли не лечь в основу концепции современного чтения, где он сказал о том, что сформировать представление о родном языке невозможно без детской книги, невозможно сформировать кругозор ребенка без детской книги. И, естественно, именно детская книга, детское чтение влияет на мораль и нравственность ребенка. И, наверное, вполне объяснимо, что в своих арестоматиях «Детский мир. Родное слово» он уже предложил не взрослые тексты детям, а предложил именно те тексты, которые были доступны ребенку. Кстати, он автором стал этих текстов. И идеи, которые были им разработаны, они легли в основу многих стратегий, о которых я скажу чуть позже. Далее, наверное, интересно и то, что Ушинский отметил еще два важных аспекта формирования стратегии чтения, что чтение должно быть не только познавательным, но и способствовать интеллектуальному развитию ребенка. Это тоже чрезвычайно важно для нашего времени и находит отражение в современных методиках. Если продолжить экскурс в литературу, то мы можем сказать, что уже в 50-60-е годы на осознанное чтение начинается накладываться методика объяснительного чтения. То есть все больше и больше методисты начинают понимать, что ребенок должен обогащать свой словарь за счет чтения. То есть все больше и больше приходит понимание того, что чтение – это действительно источник познания мира и источник постижения других предметных областей. То есть эти аспекты тоже актуальны для нашего времени, находят, например, свое отражение в федеральных государственных образовательных стандартах. Также постепенно в это же время на стыке уже эпох начинают складываться различные методики чтения. Уже говорится о том, что чтение должно быть не только вслух в классе. Это должны быть различные работы с текстом. Хоровое чтение про себя, самостоятельное чтение. Что уже должен в уроке включаться анализ художественных произведений. Должны быть различные пересказы. И даже интересно, что, например, если говорить о стыке эпох 19-20-й, когда переходит перелом, сменяется идеология. Казалось бы, 1924 год, но в детской литературе стало идеологическое, сменились нравственные ориентиры, и это вполне понятно. Все равно остаются работы таких, например, исследователей, как Соловьева, Абакумова, которые говорят о творческом чтении, не исключая роли того, что чтение должно не только воспитывать, но и формировать творческого читателя. Читатель, который может сопереживать, который может проникать в мир книги и обогащаться за счет книги. И поэтому, конечно же, если проанализировать уже ту литературу детскую, которая появилась в советскую эпоху, безусловно, нам имена этих писателей хорошо известны. Но, тем не менее, мне бы хотелось сказать о Горьком, который как раз отметил, что литература, в общем-то, она, конечно, должна воспитывать, она, конечно, должна нести идеологию. Но он разработал темы, которые были важны для того, чтобы сформировать целостное мировоззрение ребенка, не ограничивая его воспитание только идеологическими какими-то аспектами. И понятно, что даже в советскую эпоху вот эти аспекты осознанного творческого чтения, они не ушли, а на них уже наложились достаточно интересные методики, которые хорошо известны и Маранцмана, и других известных методистов уже нашего времени. И, в общем-то, 50-е, 60-е годы, 70-е, 80-е годы XX века – это уже доработка тех стратегий, которые существовали на тот период. Больше уже приходят самостоятельные чтения, внеклассные чтения. Мы, конечно, знаем, что в программе школы в основном существуют образцы классической литературы. Мы воспитываем детей именно на этих образцах – на Пушкине, Тючеве. Это тоже традиция Ушинского, она сохранилась, и это замечательно. Но за счет самостоятельного внеклассного чтения пришла активно в школу детская книга. Дети узнали имена многих писателей, они начали читать фантастику детскую, они начали читать литературные сказки, которые тоже помогали воспитать ребенка уже на, наверное, примерах тех героев, которые им более близки по возрасту. Если говорить уже о современных стратегиях чтения, то они достаточно интересны, но, естественно, вот эти три кита, осознанное чтение, объяснительное чтение с толкованием, оно сохранилось. Но мы знаем, что у нас изменились подходы в обучении, и деятельственный подход, он нес, конечно, свои большие коррективы. Теперь мы понимаем, что процесс чтения – это не просто механическое усвоение информации. каждый учитель на уроке понимает, что процесс чтения – это еще и потенциальное развитие, интеллектуальное развитие ребенка, эмоциональное развитие ребенка. Поэтому все те постулаты, которые были выдвинуты Ушинским, они, естественно, уже в новой инновационной форме находят свое отражение в современных стратегиях чтения. То есть если, например, мы возьмем технологию развития критического мышления, она замечательно накладывается, наверное, на как раз объяснительное чтение, чтение с толкованием. Ну, всем хорошо известны, допустим, чтения с остановками, когда ребенок, возможно, изначально нецелостно воспринимает текст, но он учится прогнозировать и работать с информацией в этом направлении. Спасибо, Татьяна Вячеславовна. Мы видим, что действительно у концепции детского чтения мощный фундамент. То есть история детского чтения была проанализирована создателями этой концепции и изложена. Вот вы говорили о XIX веке, о горьком, о советском времени, о советском чтении. Вот если еще раз как бы сфокусировать эту ситуацию, в XIX веке для детей предлагались произведения, в основе которых был человек, любовь к человеку, гуманизм. Было очень много произведений сказочного жанра, рождественские сказки, святочные рассказы. То есть в ребенке воспитывали любовь к Богу, любовь к семье, к отцу, к матери, почтение, уважение к взрослым, любовь к стране. И вдруг сменились ориентации. Великая социалистическая революция. Сменились акценты. И уже вот все, что было связано с гуманизмом, с человеком, уходит на последний план. И в центре уже формирование идейного человека, будущего строителя коммунизма, социализма, интернационалиста, человека с классовым сознанием. То есть история дает нам разные примеры. Вот вы сказали о Горьком, я сразу вспомнила, что был период в 20-е годы, когда детям не разрешали читать сказки. Сказка была запрещена. Почему? Потому что с точки зрения педагогов того времени, сказка формировала суеверие. Если большевики были атеистами, то, естественно, в сказках Бабы-Яга, Кощей Бессмертной, это все способствовало суеверию, маркобесью. И даже я знаю, что Владимир Маяковский чуть не лишился партийного билета за свою сказку. Сказка о Пете, толстом ребенке, о Симе, который тонкий. Его обсуждали два часа партийцы, и ему в вину ставилось то, что он унизил ребенка, написав сказку. Много было интересного в нашей истории. А вот сегодня, 21 век, вот сегодня, как вы думаете, вот в этой концепции детского чтения, чего больше, 19 века с его гуманизмом или 20 века с его идеологией? Мне кажется, что больше все-таки 19 века снова в центре внимания гуманистическая модель. И очень приятно, что наконец-то в современных произведениях у меня есть ряд своих любимых детских авторов. Например, я читаю книги Живолевская, Пастернак, где в центре внимания стал именно ребенок. Ребенок с тем кругом проблем, которые для него на данный момент актуальны. Иногда через литературу классическую, взрослую, ребенку очень тяжело рассказать о жизни, о тех, может быть, трудностях, с которыми он может столкнуться. И путь иногда к классической литературе лежит именно через детскую литературу. И мне кажется, это очень важное положение для концепции, что вот такая связка образовалась. Потому что действительно очень важно сформировать представление о мире у ребенка именно в детстве. И книга будет своеобразным проводником, мостиком, который будет помогать учителю, родителю связывать. И даже, может быть, формировать хорошие взаимоотношения между друг с другом. И, наверное, единственное, какое отличие я назову, что все-таки XIX век, это была больше действительно сказочная литература. Потому что ребенок погружался в такой какой-то фантастический мир. И создавалась некая такая идеализированная картина, где ребенок открывал что-то для себя фантастическое, необыкновенное. Наверное, современного ребенка, на мой взгляд, достаточно сложно всем этим в мире гаджетов удивить. И, естественно, на смену сказки как доминирующему жанру больше пришли повести. И их действительно и включают в школьную программу. Так как мы знаем, как литература веда, повесть – это жанр, который раскрывает становление личности. И действительно реалистическая основа этих произведений, она позволяет действительно ребенку увидеть себя со стороны и понять, что он не одинок, что есть проблемы. Проблемы эти решаемы на самом деле. И что в мире жить интересно. Конечно, там есть и зло, и добро. Но добро всегда побеждает. И детская литература в этом плане не отступила никуда. И, может быть, более современные названия появились, иногда шокирующие взрослых. Но они близки и понятны. Мы, как взрослые поколения, наверное, должны принять это и читать эти книги вместе с нашими детьми, чтобы разобраться действительно в сложном мире современного подростка. Да, несомненно. Вот это очень важно, что это тоже в концепцию чтения вошло и учитывается. Потом у нас, конечно, есть уроки чтения. Есть внеклассные чтения, домашние чтения, семейные чтения. Но у нас еще есть уроки русского языка. Русского языка как государственного, русского языка как неродного. Вот какое место занимает русский язык в концепции детского чтения? Русский язык как предмет. Ну, я так думаю, что, опять же, возвращаясь к Гуслаеву, идея единства русского языка и литературного чтения, и к Ушинскому тоже, она вот едина. Естественно, познать, наверное, язык невозможно вне контекста литературы. И если даже говорить сейчас, неоднократно отмечалось, что хотели даже возродить уроки русской словесности, где не дифференцируется русский язык, отдельный язык и литературное чтение. И очень приятно, что последнее время в учебниках и, прежде всего, в ОГЭ для девятого класса начали появляться тексты именно из детской литературы. Эти тексты более доступны детям. Они позволяют им выделить те проблемы, которые им интересны. И мой опыт, исходя из своего опыта, я хочу сказать, что они даже заинтересовывают детей, им хочется прочитать полностью произведение и узнать, каков же был финал той истории, которая рассказана в этом небольшом отрывочке. Ну и кроме того, принцип текста с центричностью, он лег в основу ФГОС. И, естественно, без хорошего текста, текста доступного ребенку, сформировать представление о языке, о культуре, сформировать навык осознанного чтения, конечно же, невозможно. Поэтому эти два понятия, литературное чтение, детское чтение, русский язык, родной язык, они, конечно же, неотделимы друг от друга. Вот Россия у нас многонациональная, многоконфессиональная, полиэтничная. И как концепцию учитывает особенности полиэтнической школы? Например, есть татарские школы, башкирские, удмуртские, марийские. То есть это школы, в которых обучение ведется на родном языке. Как концепция детского чтения учитывает вот этот момент? Что это позволяет? Может быть, какие-то свои преимущества? Ну, во-первых, я думаю, что, наверное, подробнее вы расскажете об этом. И здесь, наверное, включается уже аспект диалога культур, взаимопроникновения литературы. Я думаю, что хорошие образцы детской литературы созданы не только на русском языке, но и на языках народов Российской Федерации. Очень много перемеживается тем, текстов, которые построены на литературных взаимосвязях, в том числе и детской литературы. Мы же всегда, например, в рамках нашей республики параллельно изучаем сказки русские и татарские сказки. Эпос русский и татарский. И находим переклички между повестью «Ася» и «Яники». Хаят. Хаят, да. То есть вот переклички эти постоянные идут. И я так думаю, что действительно исключать этот аспект нельзя, потому что в этом плане детская книга становится источником еще и формирования поликультурного сознания ребенка, который начинает осознавать, что мир – это не только я один, это не только моя национальность. Это многокультурное, межконфессиональное пространство, где царит добро, мир, потому что книга учит только этому. А, наверное, аспект диалога культуры больше вырос. Вообще наше образование, современное российское образование позволяет включить ребенка в мир русской культуры через русский язык, язык государства, образующего русского народа, через русский язык в зарубежную литературу, потому что произведения читаются в переводе нашими детьми, и английская литература, и французская, и немецкая. И, конечно же, включение в родную культуру, в родную литературу – это через родной язык, через родную литературу. И это действительно, как Татьяна Вячеславовна сказала, дает возможность реализации принципа диалога культур. Этот принцип хорошо известен и в психологии, и в литературоведении, и в политологии. И он позволяет воспринимать культуру другого народа не как чужую, а как другую. И, кроме того, Бахтин писал о том, что диалог культур позволяет лучше узнать свою родную культуру. То есть, когда мы сопоставляем, сравниваем, мы больше узнаем о своей родной культуре. И вот Татьяна Вячеславовна совершенно права, концепция детского чтения, которую мы сегодня обсуждаем, она дает возможность сопоставлять русские сказки, сказки европейские, сказки родной, родного народа. Потому что в нашей республике это очень развито, и у нас есть школы, в которых преподается параллельно, изучается русский язык, татарский язык, русская литература, татарская литература. И дети хорошо знакомы с русскими сказками, с татарскими. Например, в культуре каждого народа есть сказка о сиротке. Русская сказка «Морозка», татарская сказка «Уйгикос», и в культурах других народов тоже есть сказки о сиротках. И в китайских сказках, и в вьетнамских сказках я сама изучала эту тему, это очень интересно. И анализируя эти сказки, можно задать вопрос, каков женский идеал у народа, женский идеал русского народа, женский идеал татарского народа. Какие трудности преодолевает героиня сказки «Морозка», героиня татарской сказки? За что она вознаграждена? Как она вознаграждена? В чем мораль сказки? Потому что в сказках наказывается мачеха за то, что она обидела сироту, и она наказана очень жестоко с точки зрения морали. Она теряет свою единственную родную дочь. Но в конце, когда мы анализируем эти сказки, мы можем прийти к общему знаменателю. А что общего в этих сказках? Общие, конечно же, нравственные ценности. В сказках любого народа, в сказках, где героиня девочка, девушка, где народ кристаллизовывает свой женский идеал, конечно же, это уважение к старшим, трудолюбие, искренность, чистота. И таким образом можно сказать, что все народы очень разные, говорят на разных языках, но нравственные, духовные ценности у них едины. И это имеет очень большой воспитательный потенциал, особенно для многонациональной страны. И, конечно, здесь ведущая роль принадлежит русской литературе, русскому языку, потому что сопоставлять мы можем через русский язык. Например, сказки европейские или сказки там восточные, в переводе, естественно. Точно так же можно сравнить фольклор, пословицы, поговорки, былины и достаны у тюркских народов, героические выражены в достанах. Это былины об илье муромцы и достаны об алпамше. То есть каким является избранник народный, за что он воюет, за семейные ценности, за государственные ценности, каково оружие этого героя, да, былинного. И тоже очень большой воспитательный потенциал, потому что и тот, и другой герой избран своим народом, и он служит своей отчизне, отечеству. Можно рассмотреть разные темы. Тема войны, тема революции, тема матери, тема семьи в разных литературах, в разных культурах. И это тоже будет способствовать активизации чтения, потому что развивает это критическое мышление и поддерживает вот этот вот интерес к чтению. Поэтому это большое преимущество этой концепции в том, что в нем есть тексты и русской классики, и зарубежной литературы, и литературы народов Российской Федерации. Татьяна Вячеславовна, еще такой вопрос. Вот многие педагоги сегодня жалуются, что, казалось бы, у нас такие продвинутые дети. Они уже рождаются с какими-то знаниями в компьютерных технологиях. Они умеют все включать, выключать, пользоваться сложнейшей техникой. Когда они читают тексты, казалось бы, очень простые с точки зрения нашего поколения тексты, они спотыкаются и многого очень не понимают. Они не понимают элементарных значений, элементарных слов, таких как крыльцо, крылечко, калитка. Вот как сегодня учитель должен работать с текстами, чтобы ликвидировать вот эти белые пятна в лексике, в словарном запасе детей? Ну, об этом тоже в концепции говорится, потому что, действительно, работа со словарем, она никогда не исключалась из методики обучения чтению. И, естественно, это находит свое продолжение в современных стратегиях обучения. И сейчас очень много стратегий обучения словарю. Но единственное, наверное, хочется сказать, что эти стратегии действительно учитывают особенности современного ребенка, чей лексический запас формируется действительно под влиянием окружения, где очень большой поток информации, ребенок просто не справляется с этой информацией. Поэтому здесь, кроме осознанного чтения, которое не всегда может сыграть ту роль, которую может оно сыграть, начинают подключаться какие-то другие технологии, активизирующие слова ребенка. Это построение различных ассоциативных полей, да, это включение, ну, я не знаю, каких-то дополнительных источников, умение работать с дополнительными источниками информации, например, привлечение к слову через интернет, через нестандартные формы работы с словом, например, лэкбуки сейчас очень актуальны для учителей, интересны для ребенка, проекты со словом и так далее. То есть это все на вооружении. Это очень важно, что в концепции прописано, что работа со словом должна идти, исходя из возможностей информационных, технологических, современных для учителей, интересных ребенку. Потому что тот же самый интернет, все же компьютерные технологии, они могут быть на вооружении учителей, служить действительно ему подспорьем формирования лексического запаса ребенка. Посмотрите, сколько электронных словарей, иллюстрированных словарей. Возможность различных программ, где ребенок еще быстрее учителя создать свою интересную словарную статью, причем сможет ее проиллюстрировать, снять видеосюжет. И действительно, тогда уже та технология, которая на первый взгляд мешала учителю обучать ребенка, она становится действительно мощным оружием в руках учителя, помогает ему привлечь внимание действительно к родному слову и показать, что вот, оказывается, современный гаджет, это не только средство развлечения, но это средство познания мира, и ты с помощью него можешь очень много интересного узнать. И узнать, что, оказывается, твой язык, он очень интересный, и вообще читать интересно, и работать со словом очень интересно. И, наверное, вот продолжая эту тему, я хочу сказать, что все современные детские произведения, которые тоже входят в концепцию, они тоже же построены на основе того, что интересно ребенку. Ну, кибержанр идет потом, построение произведений на основе компьютерного дискурса, как компьютерной игры. Конечно же, если ребенок видит что-то знакомое, ему интересно, и он понимает, что это актуально и для литературы, и, естественно, это никогда не будет отталкивать ребенка, это будет формировать только дополнительный интерес к тому, что действительно чтение не менее интересно, чем компьютерная игра, и такое времяпрепровождение тоже очень важно и занимательно. Да, Татьяна Вячеславовна, я с вами абсолютно согласна. Но еще, да, у нас, как правило, за все отвечает школа. Там формировать детское чтение, интерес к детскому чтению должны воспитатели детских садов, учители начальных классов, учители русского языка и литературы, библиотекаря. А какова же роль семьи? Вот учитывает ли концепцию такое понятие, как семейное чтение? Да, я думаю, что семейное чтение должно обязательно вернуться, потому что, как правило, по своей практике я знаю, приходит родитель, говорит, мой ребенок не читает, и когда я начинаю спрашивать, а читаете ли вы сами, держите ли вы книгу в руках, когда вы заставляете ребенка читать, понятно, что мы за телевизором, а ребенок за чтением. Безусловно, формирование чтения – это не только задача учителя, это задача семьи, и, мне кажется, возрождение каких-то традиций, чтение, семейного чтения, обсуждение того, что было прочитано кем-то, создание, может быть, даже какой-то определенной обстановки в доме, комфортной. Безусловно, это уже задача родителей, потому что семейное воспитание в рамках формирования любви к чтению, оно, конечно же, является на самом деле основным, потому что любовь к книге, она закладывается мамой с детского возраста, когда ребенок ложится спать, и мама читает ему любимые произведения. И это как с молоком матери впитывается, эта любовь, и потом эта любовь уже перейдет в уроки и в самостоятельное чтение. Поэтому это очень важно, что в концепции современного чтения это нашло отражение. Я думаю, что через различные акции и проекты это получит просто свое какое-то интересное продолжение. То есть можно много раз говорить, читай, 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 но если папа с мамой не читают, ребенок читать не будет. То есть это проблема не школьная, это проблема уже государства, СИИ в целом, как социальные ячейки. Еще один такой вопрос. Когда говорят о детском чтении, обсуждают содержание, тексты, технологию, методику, но есть еще такой аспект. Говорят, сегодняшние дети не могут читать сидя, что надо создать новую совершенно модернизированную обстановку. И я знаю некоторые школы Петербурга, Москвы, где уроки литературы проходят не за партами, а лежа на диване, на подушках, на коврах. Это специализированные классы, как библиотеки, где учитель тоже сидит на ковре, допустим, или полулежит. Ну, в общем, вот такие вот альтернативные модернизированные формы. Как вы к этому относитесь? И есть ли это в концепции? Ответы на вопрос не просто что читать, а где читать? Я думаю, что это действительно должно быть, потому что заставить кого-то читать за партой – это неправильно. Ребенок должен читать так, где ему удобно и как ему удобно. Я думаю, что этот аспект, прописанный в концепции, он найдет свое отражение в организации пространства дома, школы, где будут создаваться какие-то особые места для чтения, уголки для чтения, где ребенок может и на коврике, в каком-то удобном пуфике, или как ему удобно прийти с книгой уединиться и почитать. Потому что, наверное, важно больше, что читает ребенок, а не в какой позе, в какой форме он это читает. Это очень важно. Мне кажется, сама атмосфера чтения, она тоже очень важна. Это очень важно, чтобы это понимали современные педагоги. Не важно, как он читает. Читает по планшету или читает в бумажном варианте. Главное, чтобы наш ребенок читал и получал от чтения эстетическое удовольствие. Чтобы он улыбался, смеялся, плакал при чтении. Чтобы он супереживал вместе с героями. Потому что мы еще раз говорим о литературе. А литература – это область искусства, искусство художественного слова. И подходить к этому вопросу нужно именно с точки зрения эстетики, эстетического плана, а не просто информативное чтение. Спасибо, Татьяна Вячеславовна. Сегодня мы обсуждали концепцию детского чтения. И у нас в гостях был удивительный методист, практик, директор Международной мультилингвальной школы Бала-Сити, кандидат педагогических наук Татьяна Вячеславовна Ахматова. Спасибо. Спасибо большое за интересную тему. И мы надеемся, что, конечно же, после того, как концепция начнет работать, наша страна вновь станет самой читающей страной в мире. Спасибо.